РОТУЙТЕ КОТИКА! ПАТУШИТЕ ПАЖАР! ПАДКАЖИТЕ НУМАР! РОТАВАЛЬНИКИ НА СУВЯЗИ ЧАС БЕСПЕКИ РАБОТНИК ЦЕНТРА ПРАПАГАНДЫ МИНСКА ГРАЗКОГО АПРАВЛЕННИ Я уже думал, ты скажешь, РАБОТНИК ИМНА РАДЮО СТАЛИЦА НА КОНТ ТАГО, ЧТЫ ТЫ РАБОТНИК ЦЕНТРА ПРАПАГАНДЫ МИНСКА ГРАЗКОГО АПРАВЛЕННИ МИНЕСТЕРСТВА ПА НАЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦАХ Я НЕ СОМНЕВАЮСЯ, АЛЕКСАНДР ПАПКОКОЛИ ЧТО В НАШЕ СТУДЫЙ, АЛЕ ВСЕРОВНЫ Ж ГЭТА И НАШ КРАХО ПРАЖДАНИ ПРИВЕТ, МАРТА, ПРИВЕТ, СЛУШАТЕЛЬ Я БСПЫТАЛАСЯ ЯК СПРАВАЛИ ДАВАЙ ДАСТАТЫСТАКИ ОДРАЗА ТАК, СТАТИСТИКА ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ СЕГОДНЯ ПОТОМО ЧТО ОЧЕНЬ МНОГО ЧЕГО ПРОИСХОДИЛО, К СОЖАЛЕНИЮ, ЗА НЕДЕЛЮ ДАВАЙ НАЧНЁМ А НАЧНЁМ С ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ОСЕНИ 30 НОЯБРЯ, РОВНО НЕДЕЛЮ НАЗАД, КОД У НАС БЫЛ ЭФИР УТРОМ НА УЛИЦЕ ЧАЙЛЫЙТКО ГОРЕЛО ЛЕГКОЙ АВТОМОБИЛЬ ТОЙОТА 2002 ГОДА ВЫПУСКА В ДОМЕ 30 КОРПУС-2 ПО ПРОСПЕКТУ РУКОСОВСКОГО У ПЕНТИОНЕРКИ ОПЛАВИЛСЯ КОРПУС ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА И ПРОЗОШЛО ЭТО НЕ ИЗА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, КАК ТЫ МОЖЕ ПОДУМАТЬ А ИЗА ТОГО, ЧТО ЖЕНЩИНА ПОСТАВИЛА ЕГО НА ЭЛЕКТРОПЛИТУ А УЗНАЛИ ПРО ЭТО СПАСАТЕЛИ, ПОТОМУ ЧТО СРАБОТАЛА СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ ОЧС МОЛНИЯ ОКОЛО 11 ЧАС того же дня в детской музыкальной школе ИСКУСНОМЕР 2 ПОМОЩЬ СПАСАТЕЛИ ПОТРЕБОВАЛАСЬ МАЛЬЧИКУ 2014 ГОДА РОЖДЕНИЯ А ИМЕНО СНИМАЛИ МЕТАЛИЧЕСКИЙ ЖЕТОН С ПАЛЬЦА РУКИ В 13.32 в МЧС поступило сообщение о загорании в квартире общежития по улице Герасименко 8А Как выяснилось, на кухне произошло загорание растительного масла и ветоши Работниками МЧС на лестничной клетке был обнаружен и передан медиком Центра медицинского обеспечения Росензубр мальчик 2008 года рождения, который с ожогами лица, шеи, правой кисти и правой стопы был госпитализирован Предварительно установлено, что в результате приготовления пищи пострадавший мальчик разлил раскаленное растительное масло на пол С последующим возгоранием ветоши и линолеума Вот такая вот неосторожность Так, я хотела сказать, в фильме неприемная такая ситуация, особо ли вы коледите его с удельничать? Так, 1 декабря в 6.08 на 112 поступило сообщение о дыме из-под кровли частного жилого дома по улице Охотской Первоприбывший расчет спасателей констатировал открытое горение кровли дома В ходе ликвидации установлено, что произошло загорание имущества в жилой комнате на площади 15 квадратных метров Кровли и чердачного помещения на площади аж 150 квадратных метров Один из жильцов дома получил ожоги ног, руки и лица 1-3 степеней Причина пожара пока что еще устанавливается, рассматривается оставленный без присмотра электрообогреватель Ох, ну все начинается холод, так и система обогревальная Ну я думаю, что дальше треба будет не экспиниться и на этом, но давай пока что достаточки далее Так, 2 декабря около 9 вечера на балконе дома номер 6, корпус 1 по улице Берута горело имущество Предполагаемая причина брошенный окурок с выше расположенных этажей В 10-м часу вечера в Тамбуре квартир дома номер 30, корпус 2 по проспекту Любимого Загорелся деревянный ящик, знаешь, такие вот много у кого есть, наверное, в подъезде в Тамбуре Хранят там картошку, какие-то еще там свои имущества Вот, и один из таких ящиков загорелся Повреждено имущество в Тамбуре, но ящик, соответственно, сгорел Закопчены стены и потолок, предполагаемая причина короткое замыкание И еще одно поучительное происшествие произошло 2 декабря в 11-м часу вечера На проезжей части по проспекту Победителей в грузовом микроавтобусе Volkswagen сработало пиротехническое изделие Дело в том, что в грузовом отсеке перевозилась пиротехника И при резком торможении, как пояснил водитель, он услышал шипение с последующей сработкой этой пиротехники Предполагается конструктивный недостаток пиротехническое изделие Ну, а тема такая уже злободневная, можно сказать Так что надо, наверное, остановиться на этом детально Так что, может, после перерыва расскажу, да? Докладно расскажешь, конечно, не обовязково, потому что каждый год полтора, мы каждый год есть пытания усеровно Так, в ночь на субботу в подъезде дома номер 52, корпус 1, по Рокоссовскому, горело имущество Повреждены входные двери двух квартир, закомчен тамбур Предполагаемая причина – поджог И, кстати, подъезд к дому был заблокирован припаркованными автомобилями Еще одна проблема так сама Сдавалось, мы свертаемся каждый раз, так, с таким вот просьбами? Да, особенно в ночное время люди ставят, где попало А пожарной технике не пробраться Так, вечером 3 декабря в квартире по улице Малинина, 26А, горело кресло на кухне Всему виной неосторожное обращение с огнем при курении По второму переулку Багратиона горело имущество в двух сараях на площади 12 квадратных метров Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом По этой же причине в мусороприемной камере дома номер 41 по улице Кунцевщина – тлело ветошь Доступ в эту камеру не ограничен, имеются следы проживания Поэтому обращаю вот ваше внимание и на такие помещения у каждого в доме В многоэтажках есть такие помещения, мусороприемные камеры Ну, у кого есть система мусороотводов Вот, и часто люди, ведущие социальный образ жизни, селятся в подобные места Распивают спиртные напитки, ну и курят, а потом происходят пожары Причем бывают случаи гибели по такому алгоритму Ну, это касается не только мусороприемных камер, так же и подвалов, чердаков Следите за этими помещениями, особенно жильцам это адресовано Если вдруг увидели, что там кто-то проживает Я понимаю, что может быть жалко кого-то, и тем более сейчас холодно Люди, может, без определенного места жительства хотят согреться И у вас там сердце кровью обливается Но, тем не менее, видите, как бывает Можно не только загубить их жизни, но и жильцов дома Так что, увидели таких людей, обратились к участковому милиционеру Ну, или к инспектору МЧС участковому Если не знаете участкового, просто в РЧС позвоните Скажите, вот по такому адресу, есть следы проживания У нас тут доступ не ограничен Так, продолжим 4 декабря в первой половине дня на территории гаражного кооператива по улице Байкальской горел электрощит и деревянная обшивка внутри гаража Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки в этом щите А во второй половине дня на Шаранговиче горел легковой автомобиль «Форд» 97 года выпуска 5 декабря в 14.15 в МЧС поступило сообщение о задымлении в квартире по проспекту газеты «Правды» 14 Прибывшие спасатели сразу столкнулись с трудностью подъезда к дому из-за плотно припаркованных автомобилей Опять же, в ходе тушения было установлено, что на пятом этаже в жилой комнате квартиры произошло загорание имущества на площади 2 квадратных метра Работники МЧС из горящей квартиры вынесли мужчину 54 года рождения, который находился в очаге пожара на кровати Казалось бы, 2 квадратных метра всего лишь площадь, но тем не менее у мужчины ожоги тела на 60% тела Ну, махчамогатые красы, тымы отчастки и причины, что есть такая помешканиня велика? Ну, потому что горел диван, ну, как бы площадью 2 квадратных метра Мужчина как раз находился на этом диване, получил ожоги, госпитализирован Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем при курении, опять же, пострадавшим Ну, а вчера утром мужчина скончался Также в понедельник днем в квартире дома номер 36 по улице Есенина на кухне загорелся тостер Ох, то чайник, то тостер, что с тебя в стыдень, это богато на такие выпадки Да, очень много происшествий Вечером в подвале по улице Герасименко, 23, горел мусор Имеются следы проживания людей, опять же, причина – неосторожное обращение с огнем при курении В этом случае лицо виновное установлено и примечательно, что им оказался мужчина Зарегистрированный совсем по другому адресу Вот подтверждение вышесказанного, то, что люди приходят где-то провести как-то время Да, там, распить напитки алкогольные, покурить Так, ну, а ближе к полуночи понедельника спасатели снимали кольцо с безымянного пальца руки мальчика С 2008 года рождения Ну, все выдачно, палец на месте Да, палец на месте, все хорошо 6 декабря вечером в квартире по проспекту независимости 141, корпус 1 спасатели спасли котика Ну, як же без котиков Ратуйте котика, да А именно извлекли его лапу из конструкции беговой дорожки, вот так Як она там опнулась в осетшем пытание Ну, котики, видишь, они играют везде, за ними тоже надо, как за детьми, глаз да глаз Потому что, видишь, какие ситуации тоже бывают С лапой все нормально Ну, вроде бы да И сегодня ночью в гаражном корпоративе «Лошадца-2» загорелись два легковых автомобиля Имущество и элементы строительных конструкций в четырех металлических гаражах На общей площади 60 квадратных метров Автомобили уничтожены полностью, ну, а причина пока что устанавливается Такие происшествия за неделю Так, ну, я скажу, что приемным так самым поговорим Это я на увазе гуляю, какая худка у нас будет Я сказал сюда, Саша, с пытанием Гударыча, сегодня мне сказал, я навод не расскажу, что будет за пытание Будешь отгадывать разом с усими Ну, я еще, я и нагадаю, что заудел Для того, кто первый, правильно откажет на пытание, будет подарунок Про все подробязно, литерально праздник Протягивается час безопасности Я хочу спросить у слушателей Какая площадка, вот какой размер площадки должен быть для безопасного запуска пиротехники Вот такой вот вопрос Какой размер площадки для использования пиротехники? Я так я еще крыху раз взверну увагу на то, что это, ну, такое пытание крыху особливое Я не сомневаюсь, что ты все знаешь, все ответы на мои вопросы Ну, давай чуть-чуть интригу, я сам потом подскажу А, ну, ладно, если так, я тогда нагадаю, что Свои отказы вы досылаете нам, поскольку радует столицу ВКонтакте Раздел по уведомлению Ну, а той, кто перше правильно откажет Альбо, яку нашему выпадку наибольшь близком Ах, чыма будзи, да, правильного отказа Першим отрымая подарунок админско-градского управления Министерства панадзвычайных ситуациях Ну, и протягнем мы за пиротехникой Так, в осенеке важное правило безопасности Я думаю, что варта нагадать Час пачинается, вы все в этом санте, гарача пирот новогодний Так, давай Ну да, в преддверии таких новогодних праздников Конечно, хотелось бы остановиться на соблюдение требований Безопасности Ну, во-первых, применение пиротехнических изделий Бытового назначения Не требует специальных знаний и навыков Да, вот все, я думаю, знают об этом На первый погляд сдается, что непотребно Хотя потребно все-таки видать Да, и оно вот это обманчиво Люди думают, что, ну, если это реализуется Вот так в свободном доступе То, значит, никакой опасности особо не причинишь Ни себе, ни окружающим Но, тем не менее, для безопасного использования Пиротехнических изделий Для себя и окружающих Необходимо принимать во внимание ряд правил Ну, первое правило Это такое Самое популярное Запрещено использование пиротехнических изделий Лицами Моложе 16 лет Без присутствия взрослых Так что, если вам не исполнилось Вам нельзя Если Даже если вам не больше 16 Я бы тоже рекомендовал со взрослыми Потому что, ну, 17-18 Тоже еще так Ответственности может такое Сильно нету, да, у людей Запрещено курение И использование вблизи открытого огня Пиротехнических изделий Я думаю, что тут комментарии излишни И так понятно Если какие-то источники Вот даже как Вот этот случай В грузовом автомобиле, да Возможно, где-то при торможении Может, искра какая-нибудь образовалась Еще что-то И поэтому так произошло Только в специализированных магазинах Нужно приобретать пиротехнику Об этом тоже не раз говорили Почему? Потому что они Эти магазины Соблюдают все требования О хранении, допустим Потому что, ну, бывает такая пиротехника Где-то лежит, отсыреет И потом может не сработать сразу Сработает чуть позже Сработать после Но это тоже один из пунктов Имеет сертификаты Каждое пиротехническое изделие Которое пригодное вообще к использованию Это сертификат соответствия Требованиям технического регламента Таможенного союза О безопасности пиротехнических изделий Должны в обязательном порядке Пиротехнические изделия Содержать инструкцию по применению Если таковое нету Вот, или Вы, допустим, вот видите Инструкцию там Допустим, на китайском только Или на английском Значит, это пиротехническое изделие Ну, не совсем легально Находится в нашей стране Потому что Любое пиротехническое изделие Должно содержать в себе инструкцию Мало того, что инструкцию Так она еще должна быть На русском или белорусском языке Пиротехнические изделия Необходимо хранить Всегда в оригинальной упаковке Ну, пересыпать там Где-то хранить В карманах носить Это все Риск для жизни Для ваших конечностей И тому подобное К тому же и пожары Тоже случается Из-за пиротехники Бывали и такие случаи Упаковка должна быть целая Смотрите за этим Если есть где-то, знаешь Вот на пиротехнике Какие-нибудь подтеки Там влажные места Какие-то повреждения Ну, такую пиротехнику Уже использовать не стоит Саша, а вот Когда кто-то Ей набыл год тому Все ли это можно В этом же году Альба Тут треба глядеть на Я же говорю Вот тут Смотря какие были Условия хранения Вот хранить пиротехнические изделия Да, во-первых Это должно быть Какое-то Не влажное Но и не очень сухое место Температура должна быть Не выше 30 градусов Ну и не ближе Полметра От нагревательных приборов И каких-либо А термин придатности Есть у таких рычу? Ну это надо смотреть Тут индивидуально На каждом Пиротехническом изделии Должны быть какие-то Такие И срок годности И допустим Способ утилизации Тоже там все прописано Вы с фильмами уважливает Читать инструкцию Правильно? Ну конечно Первое, что нужно сделать Это, конечно, всегда ознакомиться Причем не раз А желательно Несколько раз перечитать Потому что бывает Что пропустишь какой-нибудь момент А потом уже и поздно Читать ее Там уже на кусочках Своей квартиры, например Так, ну и Хранить, конечно Изделия В недоступных для детей местах Если ты вот говоришь Вот целый год хранить То это, конечно, должны быть Какие-то скрытые места Первое и самое главное правило Вот никогда не нужно лениться Прочитать инструкцию Второе Нельзя разбирать Как, знаешь, бывает Там не сработало Дай-ка я разберу Высыплю этот порох Проверю, что там не так Что случилось Может быть, починю Не стоит этого делать Лучше сразу утилизировать Ну и необходимо Заранее определить площадку С которой будете запускать пиротехнику Ну, а размер площадки Я думаю, зрители Слушатели Сами назовут Только я хотела сказать Стой, не кажи Давай находим пытание Еще раз тогда Так, какой размер площадки Должен быть для Использования пиротехники Ну, допустим Для запуска Или там Для просто взрывов этих Суполка Рады и у столицы Вконтакте Раздел Поведомлений Клиласка До салати отказа Литерально праздник Вернемся И будем подводить выники Час без беги Ой, что Отбывается Мы тут не можем Вызначиться С первомольством Саша Махчимаш То есть это там Подказать Бетсэл Давай Так, ну слушай Смотри Продолжу тогда Продолжу Да, вот на чем остановился Так, смотри Я, во-первых Говорил, что нужно Читать внимательно Инструкцию Несколько раз До пиротехнических Да, это была Кстати, подсказка Такая Я не зря так говорил Вот И во-вторых Ну тут же зависит От изделия Правильно Тут нельзя так вот Привести прям Какой-то конкретный пример Бывают же разные Питаты, да Пиротехника Бывает разная А пытание Еще раз нагадай Так Какой размер площадки Должен быть Для Запуска пиротехники Для использования Пиротехники Саша сказал Вырыбы Бывают Разными Разные бывают Такая Видите Просто Прозрыстая Подказка Прозрыстей Не бывает Я бы сказала Так Ну давай Хвиленько Почекаем Необходимо Знаешь Правильно Разместить Надежно Закрепить Изделия В соответствии С инструкцией По эксплуатации Не подойдет Что Малятка Сказал Давайте Давайте Я сейчас Что с тобой Откажите Макчима Болишь Так ладно Будя Выберем Промышцу Ну а что Я сейчас С этими вырубами Что с тобой Хочешь Нагадать Что Во первых Нужно Подождать Не менее 15 минут Тем самым Вы удостоверитесь Что там Нету Каких-то Замедленных Реакций Подойти К пиротехническому Изделию Провести Визуальный Осмотр Чтобы убедиться В отсутствии Тлеющих Каких-то Частей Или там Дымка Чтобы не было Ну а потом Только собрать И самостоятельно Уничтожить Несработавшее Пиротехническое Изделие Восья Как это Зарабить Мне подается Так самое Важное А тут тоже Все просто Уничтожают Путем погружения Их в воду На сутки Срок не менее 24 часов Ну после этого Можно Утилизировать С бытовым мусором Как бы Вот такие вот Ну конечно Сжигать Не рекомендую Ну и разбирать Даже после Такого алгоритма Действия Тоже не рекомендую Вот А вот Размер площадки Кстати Вот должен Соответствовать Какому-то параметру Который указан На упаковке Для конкретного Пиротехнического Изделия Вот Какой параметр Вот просто скажите Вот это словосочетание Что это за параметр И вот это прям будет Полностью правильно Потому что я смотрю Вот Присылали ответы Даже Если указали Какие-то размеры То указали Не более Да Там 30-50 метров Хотя Это ошибка Не менее 35 Но это Колоссально неправильный ответ Видишь Мы тут Подказываем Подказываем А у нас Ну Что с тебе Не то Абсолютно Доходят Отказы Розные А все О Все Нареште Нареште Есть у нас Правильный отказ Один И Один Саш Ну что Давай правильно Кажи Правильный ответ Это будет Размер площадки Должен соответствовать Максимальному размеру Опасной зоны У каждого Пиротехнического изделия Есть опасная зона Воздействия И у каждого Она индивидуальная Поэтому нельзя Вот прям В общую Какую-то Трактовку Взять Вот пиротехнические Изделия Должны быть Не менее 30-50 метров Да Рекомендуется 30-50 Но читайте Внимательно Инструкцию Там указан Размер опасной зоны И Вот она должна Соответствовать Эта площадка Максимальному Размеру Опасной зоны Ну если я лечу Что отказ Усё залежить От класса Небеспеки Гэта вось Так? Ну пускай так Будет Конечно Вось Ёссина Самый близкий До правильных Варьянты Правильно Отказал Дрэчу Владимир Вось Справился Справился А пошний момент Хотя Варьянты Было Шмат О тут я шце Бачу Пачинаю Списатели Владимир Вы перше Вось Так Больше Меньше Докладно Отказали Там Мы вас Венчуем Як забрать Подоронок Расскажу Креху Поздней Саша А нам Развитываться Треба Оказывается Быстро Время Пролетело И К сожалению Половину Этого Времени Говорили О каких-то Ну таких Вот Грустных Вещах Но тем не менее Я думаю Что успели Напомнить И Профилактические Какие-то Меры По Пиротехники Так что Думаю Вы будете Знать Вспомнили Сейчас И Новый год У вас Будет Без Каких-то Трагедий Связанных С пиротехникой Хотя Мне подается Что до Нового года Мы еще Докладно Нагадаем Что и Як Ну а Дарадше А у Гэтам Уже Снежний Еще не было Вось Небеспечных Таких Ситуаций Поколь Что В нашем городе Поколь Что Не Распочинали Так Ну и Тому Нагадываем И Наперед Знов Будьте Осторожны Выконывайте Правила Инструкции Праписные Дяку Сашто Пришел Для наших Слухачев Я нагадаю Что сегодня У студии По традиции Был гость Работник Центра Пропаганды Минска Городского Управления Министерства По Назвычайных Ситуаций Александр Попко И Марта Худалей Всем Поколь